Иван де Форш, выходя на манеж, обнимается с кенгуру, чем неизменно вызывает восторг публике и взрослых, и детей. Зебры послушно меняют направление и бодро скачут кругом по велению маэстро. И это в диковинку даже для бывалых любителей цирка. А секрет дрессировщика, по его откровению, прост. У него с животными взаимная любовь. Они – его семья, поэтому и взаимопонимание на высоте. Величественные слоны на манеже, несмотря на кажущуюся неповоротливость, выполняют ловкие трюки. И благородная лошадь, чеканящая шаг. Репетиция номеров для сегодняшних зрителей сопровождалась рассказами о закулисье. Инспектор манежа Елена Чамахидзе между выступлениями артистов приоткрывала тайны цирковой жизни. Как люди, как дети. Они тоже болеют. И за ними тоже нужен специальный уход. И в нашем цирке, хотела бы вам сказать, что есть еще такая профессия, как ветеринарный врач. И я вас сейчас с ней познакомлю. Маргарита Бондарчук. Я с детства очень сильно любила животных и поступила. Поэтому на ветеринарном врача наш агротехнологический университет. Работа мне очень нравится, очень интересная. Здесь очень много разных животных. Тигры, слоны. Животные в основном тут не болеют, но бывает такое. Эквилибрист Андрей Канахин тоже участник питерского фестиваля. На открытой репетиции он не просто сорвал овации. Кажется, его выступление впечатлило абсолютно всех. Сложнейший вид акробатики без страховки, на напоминающем часовую стрелку снаряде. Он побеждает время, гравитацию и страх. Когда-то я поступал в эстрадное цирковое на спецификацию клоуна, то есть коверного. И в один момент просто увидел воздушных акробатов, гимнастов. И, конечно же, в этот момент они меня очень сильно поразили. И захотелось не только веселить, смешить народ, но и хотелось вот именно вот такого, что-то чем-то заняться таким, что вот будет людей немножко собирать, скажем так, именно о тех ощущениях, которые вы говорили. Чтобы чуть-чуть ладошки хотя бы потеряли. При этом артист не только выполняет трюки на высоте в условиях непрерывного движения, но и общается с публикой. Это, наверное, вот как раз дает о себе знать прошлое коверного. Потому что именно коверные ребята, которые должны просто чувствовать публику спинным мозгом. И это пригодилось все-таки и в других номерах. Елена Владимировна представила детям разные цирковые профессии. Ветеринар, воздушная гимнастка, эквилибрист, дрессировщик и, конечно, коверный клоун. В программе «Счастливый билет» за клоунаду отвечает дуэт «Ребята с лиговки». Клоун – это не только смешной парень, но еще и умелец. В данном случае – жонглер. Учился одно время в цирковом колледже. Было время одно. В двухтысячных. И там как бы педагог предложил пожонглировать баскетбольным мячиком. Это оригинально. Мало кто делает в мире вообще, не только в России. В России практически вообще никто не жонглирует. Я жонглер, да, конечно. Но не только жонглер, кстати, коверный еще клоун. Но по образу, наверное, заметили. На открытой репетиции присутствовали более 300 детей из школы Рязани, Полянской школы-интерната, благотворительного фонда «Мы вместе», фонда «Навигатор будущего», а также ученики школы юных экскурсоводов. По окончании репетиции Елена Владимировна ответила на все вопросы, которых у зрителя оказалось немало. Получился очень душевный, откровенный разговор. Пожалуй, такая открытая репетиция запомнится, ребята, ничуть не меньше полноценного представления. Марина Романюк, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город».